геншин импакта манга первая глава просто для общего развития ничего не знаю ни о ком ни о чем ни в какое время ни в какой стране просто вот чистый взгляд пролог точнее а окей тогда это нулевая глава сито прям провал и давайте назову это нулевой главой потому что если вдруг вдруг продолжат чтобы я писала 1 2 и так далее а не знаю тех персонажей которые здесь изображены я тебя разбудила прости надеюсь травы тебе помогут так стрелочкой а в эту сторону как странно ну а а читать кстати слева направо или с права на как как-то читать манга да то есть стандартно вот так вот ложись спать я вернусь завтра и принесу еще это цветная да стоит отметить ну выглядит как манштад летающий замок да преклони колени и вознеси молитву линда ты должна оставаться дома ванесса смотри ванесса венесса может ванесса все-таки оно ближе чем раньше селестия пристанище богов и правда сегодня она кажется ближе но тебе надо идти в дом линда боги будут довольны если ты будешь здорова ох венесса боги даруют тебе победу если не будут довольны пожалуйста останься я должна на из ракурс я должна сражаться за линду остальных что касается тебя линда я буду очень рада если ты вернешься к основам ладно зверушки праздник и кстати система панелей а вентиль ясно а я так понимаю это момент назовем возвращение да как долго я спал ван штат корона севера в самом начале архонт ветров барбата сдул снега и свернул горы посеял зерно дабы его приспешники жили не зная бедность и пользуясь дарами этих щедрых земель затем архонт ветров передал им свою мудрость люди варили вино строили мельницы и плели крылья которые они использовали для полетов после он создал праздники и фестивали чтобы подарить своему народу радость от от радость отдыха после тяжелой работы довольны своими достижениями архонт взял лиру и отправился в странствие по пустыне но ведь по идее сам барбатас появился уже время когда тут существовали люди и королевство чуть другом месте да когда был этот тиран буря да был он бы мог же победить сначала его все это может быть часть легенды конечно по главной час прочитаем может понять не будет события хронологичные но все это было тысячелетия назад дворяне обладают богатством и властью которыми они пользуются для порабощения людей сегодня монштадом правят могущественные магнаты во главе которых стоит лорд лоуренс священные дни которые барбата создал во всех теперь являются привилегии бада богатых и коррумпированных так я я так понимаю вот а революция это было прошлое а сейчас мы попозже существуем также у города есть и внешние угрозы могучий урса нападает на монштадт уже много лет но я знаю что это такое забавно то есть это я так понимаю здесь сейчас будет повествование а вот изменение дворянских родов вот то что мы там про иолу чуть знаем про эти кланы ну кланы дворянские рода магнады знают что они в безопасности поскольку только они владеют средством для умиротворения дракона но в недавнее время урса здесь урса наверно все таки правильно считают урса же его демонические миньоны стали намного активнее я знаю знак агнон курсает в любом случае неправильное чтение неважно в доте или нет в доте это тоже неверно он урса и в доте также это же из скандинавского насколько я помню поэтому как обычно и происходит лорд лоренс и его успешники придумали план монштадт торговый район южная площадь и это будет стоить вам 5 серебра серебра сейчас у них все у них всего одна валюта до единица мора это еще до введения этой общей системы денежной раз уж серебро такое редкое то эта песня для всей площади будет стоить сотни яблок выращенных с любовью всего одно нет она стоит 10 монет но я дам вам скидку в одну монету за эту прекрасную песню мастер бард придирчивая аудитория должен признать тогда я спою еще одну песню которая наверняка покорит ваши сердца ой петь я не буду как можно петь песни счастья тех в тех землях что съедены тьмой боги исчезли не оставив сокровищ кроме тележек груженных тоской подумаешь ты что нет добрых песен как нет надежды у людей опять же еще и спит переводит а теряется всегда болезненно но трепетно ветер песню доносит не бойся ты тьмы тебе он поет почувствуй всем телом мое ты дыхание расправь свои плечи вестник свободы на радость народу и страх королям понравлю вам пришлось моя песен еще одну песенку пожалуйста хорошо работа должен признать но уж моя дачу раз уж моя дочурка довольна я считаю что вы заслужили 1 яблоко мудрое решение но я настаиваю на двух и наглей парень по тебе видно что ты не из местных мой тебе совет не все в этих краях такие дружелюбные как я в наше время тяжело встретить подобного человека выбираю плату за песенку выбираю плату за песенку ой блин ну я все же да сейчас лол а да путаница вот нажать сюда о чем это вы о чем это вы с городом что-то не так да все так мастер бард и ничего с этим не поделаешь город спокоен как никогда такой каким его хотят видеть лорд и его магнаты но раз уж тебе интересно что с этим городом сегодня на верхней площади состоится луди гарпостум чего вы сказали луди гарпостум самый популярный праздник среди парней девушек это ж целые 15 дней игр веселья луди гарпостум фестиваль песен вина и полетов победители соревнований выбирают юную девушку по окончанию праздника эта девушка бросает мяч в толпу тому кому посчастливится первым коснуться мяча удача будет благо соблаговолить весь год гарпостум а окей ну я же не знаю как читается луди гарпостум постараюсь запомнить после этого у нас будет пир на всю ночь на котором барды поют песни о тех прекрасных временах когда на земле царил мир они признают мой талант постой парень а мне зачем тянуть пора на луди отправиться отправляться в путь время веселиться если ты все таки решил идти на луди тогда слушай меня не трогай мяч этот фестиваль не для нас простых людей магнаты не любят когда кто-то вроде нас с тобой принимает участие в их фестивале я услышал и внял тебе торговец яблоками если ты считаешь себя правильным человеком то и деяния твои будут словно песни барбатуса тс делай как знаешь парень давненько никто не осмеливался и слова сказать о песне ветров кому достанется мяч в этом году юный лорд лоуренс опять заберет его себе пятый раз подряд этот избалованный лорденыш ведет себя как свинья он всегда получает то что захочет я слышал он уже и девочками интересуется а что в этом такого ты не из здешних мест по традиции чемпионы выбирали девушку которая бросит людям мяч так этим традициям конец юный барк лоуренс сын главы города отменила игры теперь он лично выбирает девушку которая ему нравится и забирает мяч в себе это не самое страшное после фестиваля он забирает бедняжку домой и барк лоуренс сын главы города башни тут раньше не было а статуи все же на том же месте полагаю бросать мяч оттуда и вправду безопаснее в ходе праздника толпа часто входит в раж вот она вот она первая глава манги по геншину эмма это на фул главу а ладно я не нужен от его имени хоть правила и древние но они четко гласят тот кто первый поднял мяч получает приз пива пиво это важно кто то вообще такое чтобы рассказывать мне о правилах я бард и зовут меня вентя любитель путешествий музыкант и мастер рифмы а всего лишь попрошайка песенник отдай мне мяч и я подумаю над прощением твоей оплошности могучий взгляд игнора глупый дикарь ты не знаешь кто я такой я барка лоуренс я наследник одной из самых могучих династий монштада мои последние опоры и надежды города в борьбе с ужасным драконом урсой вау удивленным должен я быть но мяч мой и этого не изменить рифмоплет хренов я че то вспомнил финдана из героев пятых в игры играют по правилам жаль что ты спал на уроках и не усвоил этого падлый мошенник взять его поймать этого оброса не дать ему уйти с мечом нужно уйти от толпы на из приземления ой как я мог не заметить стену муратан дитя огня здесь не сильно о чем-то мне это говорят муратан может быть это в этой стороне огненной что то значит или нет все таки львиный клык проклятие говорят что львиный клык никогда не знал поражения на арене я слышал что эти дикарей легко разозлить с дороги если тебе дорога твоя жизнь раб я знаю что ты говоришь на нашем языке починись лорду города и передай мне этого ублюдка цепи и кандалы ты в порядке миледи вы тверды словно камень повезло мне что я ничего не сломал много стоять ладно ладно стоп или да это все таки ладно ладно я ухожу но ты еще пожалеешь настало время ловкого исчезновения бараки рабов сестенка ванесса ты дома вот твои травы здесь яблоки слушайте народ вот так оставляю заботу о линде на вас нет нет не трогай сейбера стой где стоишь раб я помнишь я говорил что ты пожалеешь я попросил отца и он купил тебя и весь твой клан вы все теперь принадлежите клану лоуренсов почувствуй почувствуй всем телом и дыхание на радость народу и страх королям привет король бухла ну мы заговорили одновременно давай я начну спасибо за то что ты сделал этим утром если бы не ты я был бы заточен в темницу тем жутким гремлина тем толстым пухлым на помощь мне вылилось для тебя в тюрьме обитанием тюрьма для меня ничего не значит я раб воин который сражается на арене весь этот город тюрьма для меня и моего народа и пожалуйста перестань рифмовать это ужасно раздражает ладно воин у тебя истинно муратанский характер муратанский да муратанский ага могучий и гордый народ живущий на склонах вулкана к западу отсюда ой сейчас здесь прочитаю дети мураты леди огня а леди огня почему-то думал что огненный мужик но видимо нет что-то по архонтам получается почти все женщины да дети мураты леди огня выносливы и одарены пламенно-красными волосами но количество их весьма небольшое кроме того на севере встретить их довольно сложно просто они сейчас балансили мужиков и женщин я думал примерно будет балансно типа по очереди следующая вроде вода вроде женщина должна была быть я думал поэтому огонь будет мужчиной ну а понятно в снежной тоже женщина мы это знаем подумал будет 3 на 4 ну у нас 5 на 2 понятно ну опять же все же геншин это про вайфу в первую очередь женских персонажей все но больше всегда будет а точно ведь еще был дендро девочку стоп у нас а у нас просто вначале было два мужика потом две женщины да нормально леди огня еще и леди войны в те далекие времена воины каждого клана проводили обряды и праздники в ее честь хоть если подумать временами она бывает довольно противной ты так говоришь будто сам из тех времен сколько же тебе тогда лет к слову о возрасте где ваши старейшины они должны были передать вам эти знания насколько я помню мой народ поколениями скитался по бескрайним полям что покрыты травой все думали только о том как добыть еду для легенд не было времени старейшины учили нас только искусство выживания искусство боя оооо как же вы со своим кланом оказались в монштаде это случилось зимой десять лет назад на нас охотился дракон урса мы четыре дня ничего не ели я вау вот это история думаю мне пора представиться меня меня зовут венсия бард поющий на радость людям это лира мой спутник я зову ее дэр спасибо за не читаемый шрифт как то он ее зовет короче химэл может быть или лимел первую букву не могу понять ну или небеса если говорить на простом языке постой ты дал свое имя лире своей лире имя пойми же пламенная госпожа заслуживает свое имя каждое существо имя которое будет звучать и в песне и в бою вот так а как себя зовут ванесса ладно мне стоит написать песню и о твоем имени ванесса тяжело наверно будет рифмовать слушай будешь моим другом ванесса достать это яблоко было нелегко другом думаю ничего плохого в этом нет селестия когда великие герои будут избраны богами и послед проследуют за ними в селестию и станут они бессмертны будут защищать наш мир плечом к плечу поэтому молись его боги слышат тех кто верит доблестные боги но боги не слышали нас ничего не знаю про эти мифы пока никак сюжете не участвовали ты можешь рассказать мне селестия думала с лучше сначала выбраться отсюда у нас еще будет время спеть от селестия я не уйду теперь наши хозяева дом лоуренсов моих людей накажут если я убегу завтра меня ожидает последняя битва напоминаю хагран что скорее всего это не точности перевода они в оригинале опять же я не шарю за китайский но если с японским сравнивать по контракту я должна выиграть 12 боев тогда они даруют свободу моим людям подумай сама ванесса ты ведь имеешь дело с людьми которые жульничают даже в игре с мечом ты предлагаешь мне бросить линду и свой народ я не могу пойти на это венте ванесса здесь оставаться нельзя ни в коем случае пойдем со мной и я обещаю что твой народ будет свободен мы слышали подобные слова в прошлом к сожалению мой народ забыл что такое свобода мы должны бороться за свою свободу мы не можем просто так принять ее мы не должны молить о ней свобода которая дается просто так это всего лишь новые кандалы ну что ж раз ты такого ну что ж раз ты такого мнения то боюсь дальше нам с тобой не по пути и раб просните поиграсно волосы настало время для тебя и твоих жалких людишек сразиться в финальной битве меня и моих людей шевелитесь дикари выгоните это убожество за ворота людям не терпится посмотреть на ваше сражение ванесса львиный клык я лорд лоренс объявляю ваш последний противник великий дракон урса если на то что вы опозорили моего сына я умею прощать победите дракона и вы со своим племенем получите свободу легко правда ты чё убийца хорошо давайте поднимем ставки если вы победите урсу я дам вам все нажитые богатство и ключ от манштадо разве они щедро госпожа ванесса кринжмен они нас просто разорвут мы все умрем честный бой мой лорд людишки бунтуют начать пусть бунтует я обещал великому урсе подношение за нашу мирную жизнь если найдутся еще герои отправляйте их за ворота вместе с этими дикарями встать в круг войны пустите старик а это встать в круг войны пустите стариков идите в центр кстати летающих я еще не видел назад в город поездить стрелы с этой арены не отступают близок час дитя без крайнего неба истинная форма типа то есть они могут все же менять форму пусть ветер станет твоими крыльями вады ретро дракон надеюсь правильно и зайди прочь дракон венти ты как ты ты же бог ветра ванесса теперь ты ты позволишь мне упомянуть твое имя в своей песне я буду счастлива стать частью твоих песен венте ты будешь не только их частью ты будешь героем целой саги ты храбро сажал за свободу своего народа так позволь же и мне сразиться за твою свободу ведь мы с тобой все же хорошие друзья и ключи от города а вот пока я не ушел лорд лоуренс вы сказали что если ванесса победит то дадите все свои богатства и ключи от города в предачи верно боги ведь не дураки и правило нужно блюсти так и был восстановлен мир и порядок в славном городе монштадт он стал именно таким каким я его и возвел след за первыми войнами это и видимо тогда династии поменялись по итогу и правитель у них уже больше не было дети мои заслуживают счастье песен и плясок и быть свободными от гнета тиранов ванесса с волосами цвета зари защитницы ставят в миру алтари богини в селестии восседать поборницы чести времен выступать орда фавониус она основала чудом да а правда что каждый кто войдет селестию станет богом в других далеких мирах кровь пангу стала реками и морями боги принесли в жертву порушу и поделили его тело на части незнакомыми именно и создали из этих частей все живое на земле мозг первого гигантата и мира стал облаками а это вообще по моему куда-то в скандинавскую их жертва вдохнула жизнью мертвый космос эти песни воспевают о первобытных богах мы прям наверх подняли сейчас да она до сих пор присматривает за монштадтом спустя столько лет надеюсь что этот мир стал немного сильнее ведь она так мечтал увидеть его таким на виде птиц как сейчас может выходить оттуда то есть напрямую они влиять не могут как я понимаю тоже видимо не какие-то правила есть то есть есть архонды которые людей самим архотом видимо туда вход тоже не то чтобы открыть потому что они вроде ну мы не знаем чтобы они туда входили есть подозрение что ванесса родственник телюка просто потому что ее красные волосы у него красные волосы но опять же учитывая что это аниме игра то тут такое реально может играть роль ну да да как я об этом и говорю вообще пока не совсем понятно что такое следствие и что 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 там обитает и как туда попадают то есть вот почему например она смогла туда попасть опять же подвиги то есть это или это что-то типа вальхаллы куда просто каких-то людей с подвигами забирают непонятно ну ладно кусочек истории из прошлого получили вентиль сделал что-то полезное раз в 1000 лет и можно конец записи